всем снова привет с вами game dragon и сегодня у нас новая попытка пройти игру planet explorers когда-то я играл я не играл достаточно много уже но это был еще до релиза релиз состоялся 8 ноября аж 16 года но тем не менее руки чесались и я наконец-то добрался долго выбирал что чего куда и как поиграть на самом деле выбрал ее вот эту игрушку попробуем с вами ее пройти и посмотрим как она у нас пойдет потому что мне игра нравится в принципе там много хороших есть механик она с точки зрения геймплея достаточно интересно даже на сегодняшний момент вот объединяет много интересных полезных интересных таких фич решений скажем так хорошая история то есть не просто открытый мир крафт и выживание это еще история вот развитие достаточно интересное большое длинное дерево технологий скажем так вот приятная очень музыка красивый мир вот ну попробуем попробуем поиграть посмотрим что вы скажете если вам понравится мы будем проходить ее дальше если нет указ нет прохождение под чем-нибудь другим и так давайте выберем одиночную игру вот история приключения постройка дополнения продолжить ведь и мы возьмем с вами историю возьмем нормальную игру и и мы появляемся на экране создание персонажей естественно эту метку вариант проскочим очень быстро и вот так прошу прощения что-то такое сегодня прям давит прямо так здесь можно выбрать разные варианты я вот выберу такой тут не так много на самом деле вариантов выбора этого не sims можно поднастроить ну плечики немножко так расширим мы все-таки выжива выживатель такой вот массивный сделаем бедра такие мощные и голени талию уменьшим такой рэмбо что здесь здесь сохранить загрузить нам ничего не интересно мы сохранили рандом в общем принципе все окей нажимаем войти и погнали в игру непосредственно я за значит смотрите это такой как бы встроенный туториал где вам роббан говорит что все должны принять обязательный пройти курс либо если вы действительно не хотите вы можете в конец зала выйти и уйти я не буду проходить потому что на самом деле я уже знаю вот управление здесь достаточно стандартная скролл у нас приближает отдаляет правая кнопка мыши вращает нас вокруг персонажа я специально ставил пока музыку на первую серию вот чтобы послушали прониклись а потом ее выключим а пробел то спрыжок то есть в принципе управление здесь очень такое знаете практически как в обычной бегалки стрелялки да вот взаимодействие вы еще не закончили курс выживания уверен что хотите выйти да я хочу выйти и вот нам представляют игру компания разработчик ptea презентует нам планета мира мария леди и гентльмам это было очень много времени как как и первые первые люди вперед вернулись в этот фронтире я не могу вам сказать что проложение я не могу сделать это путешествие с вами все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, тем не менее. В общем, идея такая, что они приземлились на... Летели на планету для того, чтобы колонизировать ее. Произошло отделение ступеней. Они сделали ускорение для входа в атмосферу, да, ретро-берн. И вот с чем-то столкнулись на орбите. И вот я лежу. Ой, вот тут Герди лежит. Вот наш полуразбившийся корабль. Это одна из капсул на самом деле. Это не целиком корабль. Вот, а это непосредственно наша такая капсула. Так, Геймдрагон. Ты в сознании? Когда мы разбились, я думала, нам обоим конец. Никогда не доверяла земной технике. Ха-ха. Так, Герда плохо себя чувствует. Возможно, вам стоит поговорить с ней. Нажмите правую кнопку мыши или Е. Либо, чтобы поговорить, когда появится значок разговора. Вот, мы на нее нажимаем правой кнопкой мыши, и у нас вываливается такой вот диалог. Значит, вот это квестовые вещи, это просто общие информационные. Мы проверили координаты, вы должны быть где-то в южном полушарии. Континент Галилео. Вот карта. Отлично, нам карту дали. Что случилось? Не то, что мы ожидали, да? Наш первый день на планете Мария. Я думаю, что мы засели где-то, задели что-то при посадке. Это странно, так как наша радиолокационная система должна была обнаружить, любой объект и избежать столкновений. Интересно, в порядке ли мой брат? Расскажи побольше о планете Мария. Что, не получилось выдержать наши путевые локации по колонизации? Лекции, точнее. Мария, вторая планета, вращающая вокруг звезды в Эпсилон-Индейца. 1183 световых лет от Земли. Масса около 80 земной. Содержание кислорода 26, 83 поверхности покрыто водой. Очень похоже на Землю, но до того, как ее загадили. Так, ты в порядке? Я сильно ударилась, когда врезались. Здесь должен быть аварийный набор на спасательной шлюпке, но я не смогла его найти. Можешь поискать его? Он должен быть где-то рядом, возможно, его засыпало грунтом. Так что я дам тебе форму лодеревянной лопатки. Также проводили курс выживания. А, тебе же проводили курс выживания, правда? Мне не помешал бы сейчас растительный сок. Что? Да, я знаю, что делаю. Ладно, ладно, окей. Будем считать, что я делаю то, что делаю, и я знаю, что я делаю. Значит, найдите аварийный набор. Аварийный набор у нас где-то с той стороны был. Эй, ты будешь забираться через него или уже не будешь? Где-то он тут лежал, подождите. Где он делся? А, наверное, сзади остался. Вон он лежит. Вот, я уже вижу его. Ой. Вот он, аварийный набор. Давайте попробуем выкопать его. Герда дала вам формулу деревянной лопаты. Она в вашем инвентаре. Откройте его с помощью значка меню в нижнем правом. Глуб вашего интерфейса в нижнем правом. Вот здесь. Инвентарь. Это буква И, как вы можете понять. Так, открыв инвентарь, щелкните правой кнопкой мыши на значке формулы деревянной лопаты, чтобы изучить ее. Вот формула. Видите, вот такой значок в флешке. Это формула. Изучаем. Вот. Теперь откройте сборщик. Вы можете найти его в меню. Сборщик. Давайте посмотрим, какой клавиша вызывается. Сборщик клавиши Y. Вот. Вызываем сборщик деревянной лопаты. Смотрим, что для деревянной лопаты нужно дерево. В количестве 10 штук. Минус 10 дерева. Плюс 1 лопата. Чтобы срубить деревья, чтобы... Возьмите топор левой рукой. Мы... Так. Ага. Надо, значит, топор здесь. Давайте возьмем топор, которого у нас, в принципе, тоже нету. А нет, есть, вот смотрите, аварийный топор. Давайте его положим сюда. И нож. Нам дали аварийный топор. Раньше, кстати, аварийного топора не было. Был только нож на самом деле. И вы ножом рубили дерево. Значит, деревья здесь вот выглядят следующим образом. Все, что такое вот повыше и странной формы, это все деревья. Теперь выбираем дворочку. Вот у меня топор появился. В попе засветилось, скажем так. Вот. И теперь я подхожу и... По-моему, левая или правая, я сейчас уже не помню. Вот. Появилась. Нажмите левую кнопку мыши и держать ее надо. Удерживать. Тогда он будет потихонечку рубить. Вот. Ножом мы рубим, конечно, хуже. Но вы представляете, да? Сколько надо было мучиться. Давай, руби. Это мы долго будем так рубить. Ну, правда, мы и дерево взяли немаленькое. Можно было взять что-нибудь поменьше на самом деле. Так. Ей еще сок нужен, она просила. Ну, давай, архаровец. Руби этот кактус. Аварийный топор с таким лезвием светящимся прикольный. Ну. Еще чуть-чуть, еще немного. Да, процесс долгий. Ну, как бы инструменты будут поновее, покруче и будет все отлично. Еееее. Завалили. Смотрите, растительное волокно 2, смола 7, дерево аж 34. За то, что я срубил вот это счастье. Вот. Что вот это такое? Можно залутать. И щелкните правой кнопкой мыши, чтобы взять. Поднимаемся и берем. Взял мед. Ух ты, классно. Мед взял. Давайте соберем еще чуть-чуть. И вот такие вот растения нам нужны будут. Потому что нам надо будет из них делать всякие либо лекарственные растения, либо еще какие-то. Ну, в общем, вариантов там уйма. Вон наша вода, кстати. Что тут еще есть. Ну, давайте пробежимся. Шифтом это ускорится. Надо чуть ближе подойти. Не с такого далекого расстояния он цепляет это все дело. Вон там какой-то цветок интересный. Какие-то звуки птиц. Вон наш корабль разбитый лежит. А горы впереди. Так, это кто? Это был мед, но тут еще и цветок. Синий цвет. Два и всего четыре я получил. По-моему, так я должен это читать. Так, давайте пособираем. Все равно мы бегаем. Мимо. Сейчас пойдем делать. Что мы там должны были? Оп, стоп. Вон зелененькое что-то пропустил. Что пропустил? Это краситель и лотос. Видите, я из лотоса получил краситель. В общем, здесь вся, скажем так, вся планета, один сплошной крафт. На сегодняшний момент, кстати, очень похоже на Йоланс по наличию и обилию всяких вещей. Видите? А здесь не прокатывает. Не могу я ничего взять, потому что надо левой кнопкой мыши клацнуть. Вот, один раз на ней появится топор, а потом держать и порубим это дело. Кстати, разные вещи, которые вы рубите, дают разный ресурс. Видите? Этот дал дерево, семена цикоса, цикос дал и еще что-то там было. Не успел прочесть. Ну, в общем, много разных вариантов. В зависимости от того, одни деревья более насыщены древесиной, третьи там, допустим, больше резиной. Там есть какие-то резиновые деревья. Ну, имеется в виду, как наши резиновые. Что нам там надо было сделать? Нам надо было сделать лопату. Вот одну лопату нажимаю и делаю лопату. Так, отлично. Теперь, когда у вас есть деревянная лопата, возьмите лопату и подойдите к месту, где лежит аварийный набор. Чтобы откопать его, щелкните левой кнопкой мыши. Но для этого надо сначала лопату взять, наверное, в... Чего я все не вижу. Теперь все разделено по инвентарю, или это так раньше было, я уже просто забыл. Берем лопату ловочкой, подходим к кейсу и нажимаем левой кнопкой мыши. Смотрите, видите, квадрат. Вот я его начинаю откапывать. То есть здесь воксельная такая графичка. И когда вы будете копать руду всякую... Вот, хорошая работа. Вот аварийный набор. Там есть формула растительного сока. Ты можешь изготовить его и принести мне. Можешь? Правда? Вот форм... Ой, подождите. Формула. Раз, два, три, четыре. И давайте проверим все запчасти. Потому что не забывайте проверять именно все закладки. Это не значит, что у вас одна и все. Для того, чтобы изготовить растительный сок, откройте свой инвентарь и изучите формулу. Вот растительный сок, вот топор, вот кирка. И больше ничего не буду изучать. Теперь давайте мы откроем крафтер и сделаем растительный сок. Для этого надо синий цвета, лотоса и тюльпана. А мы с вами это уже сделали. Можем взять сразу максимум. Видите, получить четыре. По минимальному берется. Ну, вы понимаете, так это схема сборки. А что тут есть, разные схемы. Ага, видите, я могу делать из разных компонентов его. Прикольно. Так, все, все четыре сделалось. Деревянная кирка. Нам по-любому одна нужна. И деревянный топор нам нужен будет вместо непонятного. Сейчас я вам покажу. Хорошо работал. А, ну, все, это нужно закрыть. Так, теперь смотрите, что важно. Это что такое вообще? Уни, гири, еда. Значит, давайте рассматривать теперь наши крафтовые инструментарии всякие. Значит, наш топор, смотрите. У него атака 28. Прочность единица. И больше ничего. Видите, скорость атаки быстрая. 0.9. Теперь посмотрим на топор. Топор немножко по-другому выглядит. Смотрите, атака 46 на ресурс. Да, здесь было просто 28. Здесь 46 на ресурс. То есть, как вы понимаете, на ресурс дерева. Увеличение количества дерева плюс 1%. То есть, грубо говоря, рубя деревянным топором, я буду получать плюс 1% лута. Цена продажи, цена покупки, скорость атаки нормальная. Видите, 1.1 быстрее. Кирка. То же самое. Атака 65 на ресурс. Количество блоков плюс 1. Радиус сбора 1.1. Вот, например, я сейчас вот это сюда все поставлю. Кстати, нож, что дает плюс 9 всего фонарик. Как вы понимаете, дает свет. И где-то тут у меня была кукла моя. Персонаж Си. И вот, если я не ошибаюсь, куда-то можно засунуть фонарик. Может быть, в руку. Нет. Может быть, еще куда-то. Может быть, просто в инвентаре. Тогда я его беру. У меня есть, кстати, характеристики. И я, по-моему, их буду повышать. А может и нет. Я вот не помню этого уже, честно говоря. Но неважно. Смотрите, давайте возьмем кирку 4. И теперь попробуем покопать. Смотрите, как я только вынул ее. Нажимаю. Видите? Очень слабенько, да, идет. Но если я выберу лопату, тройку, то понятно, что землю я буду лопатой копать гораздо эффективнее. Видите? Но если я подойду, например, к камням. Видите? То есть не очень. Хотя это грунт, это не камни даже. В общем, понимаете. Камни копаем киркой, лопатой копаем землю. Так, хорошо. Бежим к нашей Герде. И разговариваем с ней. Только право. Спасибо, что помог. Еще бы не помешала вода. Смож принести. Возьми кувшин. Вот, что меня немножко бесит, честно говоря, в геймплейных вещах. То, что нельзя выдать сразу. Мне нужна вода, мне нужна эта. Вот тебе кувшин. Вон, беги. Все равно, что побежал рядом с водой бегал. Так. Используйте кувшин, чтобы набрать воды из океана. Не беспокойтесь. Кувшин автоматически очищает воду и отделяет соль. Чтобы набрать воды, возьмите кувшин из инвентаря и встаньте по колено в воду. Затем нажмите левую кнопку мыши. Стоп. Что-то у нее еще. Что-то у тебя еще. У тебя еще что-нибудь из меня? Принеси мне животный жир и я покажу тебе, как сделать факел. Этих похожих на кроликах существ здесь можно немного поуменьшить в численности. Господи, что-то я сегодня плохо читаю. Так. Вот в просьбе исполнено факел. Так. Пока нет. Обмен. Она может торговать с вами определенными вещами. Но пока я не рекомендую с ней ничем торговать. Кстати, что удивительно, я вам не рекомендую торговать со всеми нововстреченными ребятами, которые вам дадут квесты. Потому что часто квесты приводят к тому, что нововстреченные персонажи помогают вам и благодарят вас именно рецептами. Поэтому не спешите. У меня так частенько было, что я... О, классно, новый персонаж. У него там куча продвинутых всяких технологий. Сейчас я накупил. Вот, кстати, раньше здесь использовалась как валюта еда. Так. Теперь левая кнопка мыши. Смотрите. Зачерпнул. Получается воды 8, соль 1. Давайте сейчас немножко нагребем, чтобы потом больше не бегать сюда. вода. Вот так вот, неспешный такой медитативный процесс. Вот. Вода, кстати, интересно имеет физику. Если вы будете копать, она будет заполнять поверхности, вот, и прочие родные вещи. Вот, смотрите. Спасибо, Windows Virus Protected. Я вот тебя ждал всю жизнь. Смотрите. Вот водичка наша где-то здесь заканчивается. Вот если я начну сейчас здесь покопать, видите, вода пошла. То есть я могу, скажем так, делать руль. Надо только откопать еще немножко. Я просто хочу показать, чтобы вы поняли, как бы, возможности игры, какие. Видите, он заливается туда. То есть если, грубо говоря, вы хотите построить себе замок, а здесь можно будет построить замок, и вырать ров вокруг него, то, в принципе, здесь это вполне возможно. Видите, водичка заливает. То есть надо немножко ее подкопать, чтобы воксель полностью ушел, видите. И он заливает. Может быть, оно не суперидеально заливает, как бы, но такое идея. Видите, вы несколько раз копаете, пока выровняете и выберете объем вокселя вот этого вот квадрата. Да, видите, вот он держит. Вот, теперь все, этот квадрат закончился. Теперь этот сейчас давайте выкопаем. Ну, так вот, я же из раздела для показать. Вот. То есть, в принципе, вода заливается. То есть если вы начнете где-то копать шахту и вдруг неаккуратно бортанете, это дело, то вас может и залить. Так, ей нужен жир. Ей нужен жир, а нам нужны какие-то как кролики. Это что такое? Какое-то фуфувание. Так, а у нас самое, по-моему, злостное, это было все-таки топор. Мне даже страшно к этому подходить, но это можно взять. Ой. Так, я замазался, но я что-то взял. Вот такого я не помню. Что я взял? Интересно. Навоз. Новое. Песок. Графит. О, графит, кстати, этот копал в песке. Тысяча мяса. Соль. Вода. Новое. Что здесь? Блок грунта. Именно блок. Обратите внимание. Не просто там песок, а блок грунта. То есть, ими можно будет там засыпать и все такое прочее. Так, животный жир. Формула. Мы ее изучили. Давайте посмотрим, что нам надо. Нам надо для нее мясо. А, так, слушай. Подожди. Раз. И все. То есть, у меня мясо было. Мне не надо сейчас пока никого убивать. Я могу сразу и принести и воду, и животный жир. Так как нам понадобится в дальнейшем ресурс разный, в том числе дерево, давайте сейчас просто посмотрим разницу между тем топором и этим. Видите, он побыстрее рубит. Если у нас будет там каменный, железный или какой-нибудь продвинутый там топор, он будет рубить еще быстрее, как вы понимаете. Так. Рубим. Смотрите, я устаю. Видите, снизу полоска под красной моей. Вот. Вот здесь вот полоска. Это усталость, выносливость. Видите, я восстанавливаюсь немножко. То есть, если я ее снижу до нуля, моя эффективность работы будет крайне низкой, если вообще он, по-моему, не скажет все. жрать хочу. Ну, я условно говорю, то есть, он не жарит, он просто отдыхать захочет. Вот видите, вывалилась даже с корнем. И получили дерево, смола, растительное волокно. Ну, теперь побежали. Все. На первое время запас хватит. еда. Видите, половина голода, то есть, сытость и бодрость. Чтобы бодрость пополнять, по-моему, надо спать. Так, ну, твоя просьба исполнена. Факел, вот она теперь нам дала, видите, рецепт факела, а можно было рецепт факела купить. Ну, если я не, как говорится, не поленился, вот я получил факел на шарик. У тебя есть что-нибудь, что для меня? Могу попросить, чтобы... Могу поспорить, что ты тоже голоден. Я собираюсь решить эту проблему, но мне нужны материалы, чтобы сделать костер, и я думаю, ты сможешь достать их для меня. Видите, вот она нам сейчас еще рецепт кастрадост. Соберите 5 животного жира, соберите 10 дерева. Видите, уже серым закрашено, я это создал. Теперь давайте, здесь я соберу, мне надо 5, я вот сразу 5 выбираю, говорю, крафт, раз, два, три, четыре, пять, все, готово. Мы с ней говорим, вот тебе, пожалуйста, костер. Очень хорошо, теперь мы можем начать готовить еду. Вот возьмем формулу, костра она пригодится. Видите? И теперь мы квест главный, то есть смотрите, синие квесты, это второстепенные квесты персонажа. Фиолетовый такой, это главный квест, который персонаж дает, который влияет на сюжет. Еще проверяем, что у нее еще есть для меня. Слушай, мне кажется, что я придумала новый рецепт из того, что у нас есть на этой планете, но мне нужно еще несколько ингредиентов, чтобы придать ему вкус. Думаю, это сможет мне помочь? Найдите один кусок животного жира. Видите? Ну, то есть, давайте посмотрим, это животный жир или это животный жир. Ну, еще раз делаем. Ой, блин, я опять сделал. Ну, ладно, все равно факел придется делать. И теперь я даю еще и копченую колбаску получить. Ммм, понюхай. Это копченое мясо поможет нам остаться сильным и выжить. То есть, выполняя квесты, я получил, видите, почти четыре на шару рецепта. Значит, костер, один она мне дала, и дала рецепт. Не путайте сам объект с рецептом. Рецепт учим и рецепт колбасы учим. Плюс одна колбаса, плюс рецепт факела. Эй. Вы уже знаете форму, почему мне две едано. Ммм, странно. Ну, не важно. Знаю и, и слава богу. Теперь главный квест. Вот тебе немного воды. Ну, как, это помогло? Да, я до сих пор не очень хорошо себя чувствую. Если мы не найдем врача, то я не знаю, долго я смогу протянуть. Оставайся здесь, а я пойду, посмотрю, может ли что-нибудь, кого-нибудь найду, кто сможет помочь. Так, ну, согласен. Спасибо, я видела, как еще одна шлюпка приземлилась чуть северной. Кто-то должен быть там. Окей, давайте идем. Пока ты еще тут, давай я дам тебе формулу для оружия. Пожалуйста, осторожней там. Отлично. Формула меча, щита и лука, стрел, которые Герда только что дала вам, очень пригодятся. Вы должны сделать и экипировать их. Чтобы сражаться, нажмите левую. Стоять, я еще не успел. Чтобы сражаться, нажмите правую кнопку мыши. Чтобы защищаться, нажмите кнопку контрол. Хм. Шлюпка должна быть приземлилась где-то с севера отсюда. Следуйте за стрелкой задания на мини-карте, чтобы добраться туда. Чтобы попасть туда быстро, бегите, нажав клавишу shift. Вау, отлично. Как в том анекдоте Парджина. Я хочу воды. Ну, пошли. Я хочу быстрее воды. Ну, тогда побежали. Карта М. Смотрите, чтобы вы понимали размер бедствия. Вот они мы. Вот мы приземлились, и вот это я бегал туда-сюда, сейчас до воды. Это рельеф, тут холм. То есть, вот тут есть остров, вот островки какие-то. Вот это вот, вот это вот. Это наша территория. Она достаточно большая. Вот это вот, даже я не знаю, что это за путь, но тут будут и быстрые перемещения, и много чего разного. Здесь у нас разные биомы, скажем так. Вот, можно это посмотреть. Ну, в общем, тут много всего интересного на самом деле, поэтому давайте сейчас покрафтим важные вещи. Или стоп, сначала надо изучить. Да, лук, колчан, меч и щит. Ну, а теперь переходим в крафтилку. Я же говорил, нам дерево понадобится. Значит, деревянный меч. Есть. Один такой. Деревянный щит. Один такой. Двенадцать. Ого. Деревянный лук. Нужны нитки. Нитки тетива делаются, видите, из растительного волокна. То, что мы с деревьев взбивали. Так. И теперь колчан со стрелами. Тут можно, вот, кстати, по оружию посортировать. И делается, сколько? Макс, сколько? 52 стрелы. Ну, давайте 40 стрел сделаем. И пока они крафтятся. Интересно, если я закрою, будет крафтиться? Да, будет крафтиться. Отлично. То есть, я могу двигаться, оно будет крафтиться на фоне. Что мне теперь надо? Мне теперь надо это как-то разложить по инвентарю. Значит, давайте тогда так. В первую ячейку у нас пойдет меч. И щит. Оу, щит. А все инструменты, типа, топ... Э, не понял, а где топор? Почему он оттуда исчез? Ага. Вот он. То есть, я его из руки вынул. Так. Стоп. Кирка, фонарик давайте. Нет, стоп. Да, фонарик, я мое. Фонарик сюда. Это я все переместил. Кирка есть. Лопата сюда. То есть, грубо говоря, здесь у нас боевая часть, здесь у нас хозяйственная часть. Закрываем. Теперь смотрим. У нас только один меч есть. Вот. А если я возьму еще двойку, нажму, у меня будет и щит. И я нажму контрол, и я буду им закрываться. Щит, конечно, не ахти, сказать себе, честно говоря. Давайте посмотрим, что такое лук. Люк-зюк-зюк. Для того, чтобы стрелять, что я должен сделать? Я должен нажать левую кнопку мыши, вынуть лук. И теперь у меня перешел в режим просмотра прицела. Я двигаться буду не быстро. Стрелять я буду левой кнопкой мыши нажал. Правой кнопкой мыши ничего не происходит. Левой нажал один раз. То есть, мне не надо здесь натягивать тетиву, там, или еще чего-то. Она натянута всегда с постоянной силой. По ходу дела, честно вам скажу, не забывайте собирать вот эти все грибы, ягоды, грибы и прочую радость. Эй, я не тебя имел ввиду, я еще кнопки путаю. Так, хорошо, тут где-то вот эти вот вскрики, мне как-то вообще не нравится. Так, давайте заберем вот это, что это было, синий цвет. Хорошо. По дороге пособираем, потому что потом и лечебные зелья вы из этого будете делать, и много чего другого. Так, а мы правильно идем? Да, вон, смотрите, кто-то ко мне бежит. Вон он этот. Вот на карте появился желтый. А теперь можно у него попробовать. Ага, а если с возвышенной... О, стрелы летят по параболической траектории. Отлично. Ой, блин. Ой, я сейчас отгребу, кажется. Ой, я могу его оседлать, смотрите. Или нет? Ай. Вот, я защитился. Стоять, машина. Не убежишь от меня далеко. Теперь мы тебя будем добивать. Ага, раньше они были не такие. все, есть. Фух. Слушайте, это было серьезно, я вам скажу. На самом деле, раньше тут все было гораздо проще. Давайте полечимся. Вот это лечилка. Восстанавливает 30 дней здоровья за одну секунду. Как ее воспользовать? Ага, вот я правой кнопкой вышел. Нажал реаниматор. Оживляет цель. Восстанавливает от 30 до 100 здоровья игрок и персонажи. Так, это что? Медицинский бинт восстанавливает 200 здоровья. То есть, это по мелочи восстанавливает, а это много. То есть, я смею предположить, что все-таки я, наверное, буду расти в уровнях и у меня будет много чего разного. Слушайте, ну я, как оно прикольно сделано, когда он навозом пачкается. То есть, игра на самом деле с последними патчами, даже после релиза, очень сильно улучшилась всякими мелочевками. Я теперь после таких приколов даже боюсь к этим животным подходить. Если я раньше, я, вот, смотрите, какие-то еще гады бегают, вообще целая стая местных. Так, давайте-ка я shift нажму и ускорюсь, потому что мне это что-то совсем не нравится и мне, мягко говоря, страшно. Гляньте, какие арки. Это местные деревья. Он за мной идет или он просто идет? Интересно. Так, а вон, по-моему, хвост шлюпки. Это что? По-моему, он просто идет. Давайте пособираем вот эти зеленые штуки. Они редкие, их видно обычно плохо. Видите, этот уже с растением выросшим по центру, а тот еще одни листья были. Короче, вот эти арки можно сбивать, из них получается много дерева на самом деле. Так, и вон квесты бегают, смотрите. Пропахал, гляньте, клево сделано. Пропахал реально мордой. Так, вот такого я еще не видел. Вот это полезная вещь. Давайте еще чуть-чуть возьмем. Эй, давай, бери. Так, хорошо, кто-то под крылу спрятался. Ого, ничего себе размер, то есть серьезный такой. Так, атанасия. Могу тем-то тебе помочь. У меня все еще есть работа, которую надо закончить. Хорошо, что ты хочешь помочь. Я хочу использовать некоторые местные травы для медицинских целей. Если ты поможешь мне собрать их, то я поделюсь с тобой теми из них, которые действительно будут полезными. Отлично, соберите 20 цикосов. А я уже их собрал, смотрите, классно. Помощник врача. Спасибо за помощь. Хм, эта смесь не достигает нужной консистенции. На самом деле, я не думаю, что стоит использовать этот материал. Возможно, он ядовитый. Вместо этого тебе лучше взять лекарство доктора Картера. замечательно. Но у меня есть еще один квест, смотрите. Могу еще чем-то тебе помочь. У меня вообще-то еще осталось что помочь хочешь? Так, некоторые животные совершат набеги на наши запасы в лагере. Ты можешь избавиться от нескольких из них, чтобы отпугнуть остальных. Хорошо, попробуем убить четырех оленей ящеров, чтобы прогнать их. Нолис четырех убита. Смотрите, но они тут поцивильнее разложились. Гейм Драгон, рад видеть тебя среди живых. Что, черт возьми, случилось? Я услышал громкий взрыв, мы стали падать. К счастью, я сидел рядом со спасателем шлюпкой. Алан Картер, он это один из главных героев, персонажей. Давайте почитаем. Ты кто? Ты что? По голове стукнула? Еще раз забудешь, как зовут твоего любимого доктора Пол Чаплюху. Я Алан Картер. Сколько у нас... Так, сколько у вас было на этой шлюпке? Чен и Салай были со мной. Они ищут других оставшихся в живых. Должны скоро вернуться. Ох, тут нормально выжила. Так, Гердок, югу отсюда, она сильно ранена. Что? Малышка, хук? Подожди, позволь мне сначала собрать все необходимое. Не забывай, я просто врач, так что тебе придется защищать меня от диких животных. Хорошо, пойдем. Не, не сейчас. Погоди секунду. Заткнись и иди, пока не схлопотал. Ты че такой грубый, доктор? Слышишь? Ты че такой дерзкий? Доктор, думаешь, один здесь знаешь, как лечить, так такой дерзкий? Так, ты чего хочешь? Таш, блин, я вместо имени чуть ниже посмотрел, и уже как бы мне стало интересно. Таш ведута. Что ему тебе сделать? Короче, этот квест берем. Мне хотелось разведать окрестности, но после падения с одной из грибовидных скал у меня очень сильно болит колено, и теперь я совершенно не могу двигаться. Если ты поможешь мне выздороветь, то я смог присоединиться к твоей команде. Опа! То есть, NPC присоединяться будут. Доктор Картер сказал мне, что некоторые травы рядом с лагерем помогут в лечении колена. Можешь ли ты собрать их для меня? Опять же, это мне сказал доктор Картер, но я немного опасаюсь. О да, он такой грубый, я тоже опасался. Так, твоя проблема исполнена повреждена колена. Я уже собрал все травы, что надо. Отлично. Давай посмотрим, поможет ли это. Ну, могу чем-то помочь. Не понял. На самом деле, мои травмы и падения были вызваны одним из этих зайцев, зайцеподобных существ. Он подошел ко мне сзади и напугал меня так, что у меня ноги и руки онемели от страха. Я успокоюсь, если отпугнешь их от этого места. То есть, смотрите, PC-шки к вам присоединяются после двух на самом деле квестов выполненных. Так, у них здесь появился лагерь такой неслабый, они тут разбили серьезно все. То есть, есть вариант такой, повыполнять квесты здесь, а потом пойти за девочкой или привести девочку и потом уже выполнять квесты. Что здесь круто, у них тут должен был вот, смотрите, Е. У них есть прям зарядник. Солнечная электростанция, кстати, здесь недопереведено. Есть у нас еще сканер, кстати, вот этот сканер, смотрите, вот этот центр, это я. Он позволяет вам сканировать, видите, под поверхностью есть какие-то пещеры. Вот тут, вот тут, вот что-то есть непонятное такое. Можно посканировать, и когда вы научитесь сканировать разные руды, вот, вы можете получать зоны скопления руд, то есть вам придется их выкапывать из-под земли. Монорельс тоже, да, намекает на некоторую технологичность. Что вот это такое использовать? Это помощь, это чинилка. И сюда можно поместить предмет, который имеет маленький остаток прочности, и он ее починит. Видите, ремонтная машина, солнечная электростанция, сканирование, предметы, это такой некий хелп, я бы сказал. Управление. Да, это хелп у нас. Так, что здесь у нас есть? Ничего интересного. Вот этот рык меня не устраивает. Что внутри? Внутри пока пусто. Хорошо. И что у нас в ящике есть? Ммм, в ящике у нас есть брикет. Кровать нам не нужна, у меня их и так уже две. Давайте, ладно, пускай будут две. Вот медикаменты и сосиски я забрал бы. Ммм, батарейка тип 0-1. Забираем. Фонарик-то у нас есть, поэтому, когда фонарик у нас сядет ночью, можно будет его зарядить. Так, ну давай, доктор Алан, сходим. Ой, нет, так мы не сходим, доктор Алан. Э, почему он не активный? Подожди. Почему доктор Алан со мной не хочет разговаривать теперь? клавиша E, я нажал. Ммм, доктор Алан. Сопроводить Алан Картер к Герде. А, ну то есть, в принципе, уже надо, получается, сопроводить, правильно? И он за мной побежит, да? Да, точно, все, он за мной так уже бежит. Отлично. Вот в чем прикол. То есть, он просто немножко с отставанием, но, ладно, побежали. Доктор Алан. Доктор Албан. Так, вон дымы на горизонте. Это наши дымы. Где там доктор Алан? Алан по верху бежит. Вон еще один, видите, вон там. Вы следите трех когти-кроль. Это вот один, два, три, и вон, вот есть все когти-кроли. Так, а ну-ка, давайте мы сейчас вот. Доктор Алан, ты где? Ты меня полечишь? Ага, ты сам побежал, да? Ты побежал прямо, а ты бежен. О, нифига себе, доктор Алан шмонает его, смотрите. Так, тогда давайте всех троих сейчас завалим. Я же надеюсь, ты к этому куришь, доктор Алан. Слушайте, доктор Алан какой-то уберный мужик. Он не зря такой грубый и дерзкий. Ну так он еще перекатывается, прикольно. Да замечательно, да что ж такое, то у меня Nvidia обновилась, то эти всякие, блин, то Windows Defender не день, просто день обновлений. Не дадут спокойно записать. Так, я выдохся. То есть, когда я иду медленно, ну, в смысле, просто бегу, то, в принципе, я пополняю здоровье, доктор Алан бежит. Пошли. Теперь можно на ускорении побежать. С мечом наперевесом. Правая кнопка мыши он прячет у нас-то дело. А меня так немножко побили, кстати. Я этот момент пропустил. Пошли, пошли, пошли. Там, по-моему, помнится, мне можно будет фермы свои возводить, да и много всего чего, производственные комплексы, всякие там интересные. Так, ну, доктор Алан, вот, пожалуйста, нам Герди. Герда, плохо выглядишь? Та, блин, капец. Спасибо, это уж тебя рада видеть. Держись, я дам тебе то, что неимоверно поможет, а не но поможет. Нам нужно доставить тебя в другой лагерь, так как большинство моих припасов там. Кроме того, тут опасно. Сможешь двигаться? Нет, вам придется меня нести. Киндрагон, тебе опять придется побыть телохранителем. Проведи нас к лагерям. Как прикажешь, надеюсь, что я справлюсь с ролью телохранителя-любителя для вас двоих и не пожалеете об этой волосе. Разве просьба помощи от пожилого человека раненной молодой девушки недостаточно, чтобы развеять сомнения? Не волнуйся, я дам тебе три аптечки после того, как мы вернемся. Так что тебе будет чем поправить здоровье в случае чего. Ты бы не налил чего-нибудь, чтобы здоровье поправить. Некоторые животные обитающие здесь опасны. Будьте осторожны. Доктор Аллен точно убер чувак, потому что он, извините, взял Герду на руки и с не меньшей скоростью пофигачил. Убейте четырех оленей ящер. Оленей ящер это, наверное, тот здоровый. Ой, вот это что такое за страшное? Как чужой прямо. Ой, блин, слушайте, их трое здесь, а он побежал. Я чувствую, нам сейчас хана будет. Он прямо на него бежит. Эй, 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 эй. Ой, не, 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 подождите. Двое сразу. Да вы же меня сейчас раздеребяните. Ай, 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 ай. Эй. По-моему, сейчас всем хана будет. Эй. Так. постановить. Тут ты посмотри на них, а. Интересно, если я добегу до телохранителей. Вот, блин, зараза. смотри как. Ого, там какая-то пачка такая народу не слабая. Так, я устал. Давай будем драться. Да что ж такое? как так можно вообще? Если у меня нету энергии, я еле бьюсь. Все, меня сейчас завалят. Оп. Ага, можно энергию восстанавливать. эй, 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 эй. Энергию можно едой восстанавливать. Там, блин, они мне не дают даже двинуться. Ты посмотри, а. Что-то боевку не поправили совсем не по-детски. Ой, готово. Вы можете использовать этот предмет, чтобы оживить своего персонажа. Замечательно. Я поднялся, и он от меня отстал. А где доктор? Где доктор? Доктор вон там. По-моему, доктору сейчас будет хан... А, не, вон он стоит, Аллен. Так, здесь какая-то драка пошла. Ага, смотрите, они начали охотиться. Он начал охотиться на вот этих вот раздолбаев мелких. Так, а ну, стоять машина. Давайте мы попробуем, знаете, что сделать? Сюда колбасу положить и бинты. Может, это поможет? А я сейчас возьму и его луком расстреляю. Ага. Смотрите, а его завалили. Вот эти гаврики, по-моему. Мелкие. И меня мелкие не трогают. Да, отлично. Фух, но дреб я не по-детски. Так, убейте трех из четырех оленей-ящеров вот этих вот. Хорошо. То есть, я так понимаю, это вот все-таки вот этот вот четвертый там на бугре где-то лазил. Давайте сейчас убьем его уже до конца. А вон он. Давайте попробуем. Ага, они дикие и не пугливые. Господи, что же ты за боец если тебя вот эти напугали? Я понимаю, если бы тебя напугали те вот сумасшедшие кротокрысы, скажем так. Так, ну зато квест я выполнил. За верхом пополам, но выполнил. Так, теперь возвращаемся к доктору Аллену. Тебе глаза ты вот это тут мне не нравится совсем. Да тихо вы, голдежники. Ага, вот так. Ты смотри на него, а. Хорошо, я тебе сейчас вот так раз такое делаю. Смотрите, Аллен. Вот и у меня и закончились, кстати. Эй, 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 где меч? Как я его так быстро убил? Аллену хорошо по квотцале. Так, ну, опа. Ага, я пока держу контрол, он в принципе, смотрите. То есть, в принципе, меня гоцает, но не сильно. Нет, сильно таки гоцает. Он же зараза, ну. Я не успел, я не успел, я не успел. Ну, что ты? Мы сейчас будем с тобой вот так дураться. Но мне вот нравится, почему эта иконка оседлать нарисована. То есть, может, его можно будет как-то приручить или что? На тебе. Ага. Нет, я тебя догоню, зараза. Ты мне понимаешь, ли, испортил пол жизни, пол квеста, скажем так. На тебе. Ага. На. Фух, это было круто, но сложненько немножко. Честно говоря, я так давно не тратился. Ой, а что это такое за зелень? Эээ, копченая колбаса. У меня колбасит. Слушайте, я отравился, что ли, или что? А ну, подождите. Персонаж. Да, смотрите, я теряю здоровье. А почему? А, вот, снизу значки, смотрите. Отравление, лечение противоядия или обжог. А, снижение восстановления, снижение бодрости, снижение кислорода, слишком чрезмерное потребление пищи, ожирение. Уровень голода. Нифига себе, здесь такие штуки, дежурализованы. Это очень шикарно. И я практически весь устал. Видите, кроме полоски выносливости, у меня есть еще полоска бодрости. Я, короче, за день сегодня замахался уже. Это интересно, в конце... Ага, стоп. Я и забыл про этот режим. По клавише B вы переходите в режим свободного строительства. Тоже, вот как опять же в Юл Лэнс. То есть Юл Лэнс это сейчас сделали, а эти ребята сделали это два года назад. При этом еще и так драться серьезно надо. Видите, уже вечереет, по-моему. Да, солнышко уже, в принципе, к закату. Мы сегодня целый день бегали. Это серьезно. Так, доктор Аллан, ты добежишь уже здесь? Или тебя надо сопровождать? Мы же живут совсем рядом. Давайте поведем, сдадим квесты. Квесты, квесты, квесты. Халявная экспа. Ну, как халявная, не очень, конечно. Так, твоя просьба исполнила. Похоже, что ему хорошо поработали. Спасибо тебе за помощь. А присоединиться? Я могу чем-то помочь? У меня есть еще работа, которая у нас закончится. Хорошо, что сможешь помочь. А, это второй квест. Побудешь моим охранникам немного? Вы уже взяли задание по защите. Нельзя взять подобное защитие от предыдущего, пока не избавитесь. Ну, понятно. Окей, хорошо. Доктор Аллан, ты добежишь когда-нибудь, блин? Или тебе надо ну совсем вот триггерный ты мой? Так, хорошо. Открытое достижение. Old and sick. Ну, Аллан, так. А, я что, похож на эколога? Нам нужна эта юная леди. Копперфельд. Все-таки боюсь, что мы можем даже не дожить до завтра, поэтому я работаю над химическим допингом, который спасает нас от гибели в случае опасности. И для этого мне нужны некоторые материалы. Думаю, ты сможешь мне помочь? Хорошо, я думаю, что это пригодится. Хорошо, найди мне эти материалы и расскажите, как сделать оживляющий укол. О, то есть он мне... Вы следите трех. Сделайте одна пластмасса. Ммм, а тут пластмассу делать. Ага, он мне дал пластмассу-формулу. Так, мы сейчас сделаем одну пластмассу. Если мы сумеем, конечно, сделать пластмассу. Че надо для этого? Пластмасса, для этого нужна смола. О, у меня смола была с деревьев. Так, отлично, и теперь с Алланом разговариваем. И вот тебе оживляющий укол. Очень хорошо, вот формула оживляющего укола. Тем не менее, это в опасном месте есть вероятность не дожить до утра, даже если у тебя есть такая вещь. Теперь, когда создал формулу оживляющего укола, я хочу убедиться, что он действительно работает. Ну, знаешь, проверка теории на практике, ха-ха. Желаешь попробовать? Все просто. Найди пого зверя, как только он тебя спалит, сделай себе укол. Мы уже это делали. Что? Никогда. Давай-давай, сделай этого временалки, мальчик. Короче, квест достаточно такой нетривиальный на самом деле, согласно многим играм. То есть, вам надо здесь осознанно убиться, чтобы использовать этот заживляющий укол и воскреситься. В этом состоит сам квест. Так, где остальные? Я не уверен. Думаю, что Чен пошел на запад к кратеру, а Слай пошел на север в сторону Большого Дерева. Ты можешь проверить? Все равно тебе заняться нечем. Я дождам тебе свой мопед, чтобы не тащиться пешком. Да ладно? Левое дело. Хорошо, я отметил два места на твоей карте. Будьте осторожны там и поскорее возвращайся. Так, доктор карты дал вам очень хороший подарок. Чтобы использовать его, перетащите мопед из инвентаря. Нажмите Е, когда вы рядом, чтобы сесть или вылезти. Управление движения осуществляется по кнопкам в АСД. Будьте осторожны, избегайте препятствий или ваш мопед будет поврежден. Значит, это уже дополнительная фича релизной версии. Раньше, когда я играл, никаких мопедов доктор Картер не давал. Эта жлобина отправляла меня пешком за 3-9 земель, чтобы вы понимали, вот сюда и вот сюда. А это достаточно далеко. Вот. Но теперь у нас есть мопед. И где наш мопед? Вот это вот Картер Сайкл. Так, вот мы его, смотрите, выставляем сюда. Ой, подождите. Мы его вот так можем выставить. Во. И у нас появляется такой медицинский мопедик. Кстати, чтобы вы понимали, этот мопедик вы сами сможете потом скрафтить. Нажимаете клавишу Е. Нам рассказывают о том, как управлять машинкой. Вот. В АСД выйти, включить огни. Вот. Как раз дело к вечеру. Огни разгорелись. Спейс, ручной тормоз. Самолет. Спейс выше, левт, альт, ниже. Группа оружия. Особое оборудование. Реактивный выхлоп. Балластный отсек. Ракетный, торпедный отсек. Z-прицел, X-запуск. Z-прицел, но у нас этого нету. Значит, смысл в чем? Вы здесь можете строить любую технику. От катеров до летающих аппаратов и, естественно, колесной техники. Вот. Но вот можете так вот разогнаться, например, да, и поехать себе. Вот такой вот мопедик. Это очень круто, на самом деле, потому что пешком здесь стремно бегать. Вот. Но это на одного пассажира. К сожалению. Скорость у нас 40 км в час. Реактивного выхлопа у нас не имеется. Брум. Остановились. Вылазим. Мопедик можно будет забирать с собой, но я бы вот сейчас забрал вот эту часть. Ну-ка, пятерочка. Давай-ка, вот мы тебя... А, тебя можно просто собирать. Краситель 2 и Василёк 1 штука. Нифига себе, Василёк. Это прям Василище было, а не Василёк. Но мопед это просто мистеру Картеру огромное спасибо. Прямо на... Всё, вот так. Как его забрать? Меню, сесть, вот правой кнопкой мыши меню, сесть, забрать, забрать. Смотрите, мы его забираем и он нам в инвентарь. Раз, и появился. Это безумно круто на самом деле. Вот, давайте костёр выставим. У нас костра не было. Ого, какой он здоровый стал. Меню, правая кнопка вращать, забрать, вращать. Можно его повращать, видите, если очень надо. Так, а только зачем он нужен? Я... Вы видели других выживших? Я видел шлюп на радаре, где мои аптечки? Держи, как обещал. Твоя просьба исполнена, морская свинка ещё нет. Обмен. Давайте посмотрим, что у него. Ого, а дядька такой нормально припакованный на самом деле. У него есть тут броня, у него есть уже каменные топоры. Стоимость этого всего дела, цена покупки 32. У него есть налобный фонарь, это тоже классная штука, прям на голову цепляете и всё. Стрелы есть, стрелы мы и так знаем. Смотрите, второй лист, а вот у него Ол. Так, у него есть какие-то ядовитая кровь, у него есть грелка, используется для изучения грелки, что даёт, не знаю даже. Это что такое? Каменные кинжалы, двойные, раньше такого вообще не было. Каменный двуручник, 58 атака. Клёво. Видите, у него есть и предмет, и рецепт, и предмет, и рецепт. Это что? Дезинфицирующий спрей, что даёт? Восстанавливает здоровье, нет данных. Лечит от паразитивной, вирусной, бактериальной инфекции и лихорадки. Ага, то есть они добавили сюда ещё болячки всякие теперь. Таблетка от расстройства желудка, лекарства для желудка, антибиотики, противоядие, это мы и так знаем животный жир, а это что у нас? Таблетка, а, ну это было. Так, это что за шприц? Бодрящий укол, а это Бодрящий укол 2. Это сыворотка, лечит от лёгких и тяжёлых травм. Короче, капец, расширили систему крафта и взаимодействия очень шикарно. Это его деньги, ну, мясо, грубо говоря. Смотрите, учтите маленький момент, мальчики и девочки, их броня различаются. Если вы купите девочкин комплект, вот, то вы на себя его не напялите, ну или наоборот. Если у вас NPC девочка, то он для её брони надо будет покупать отдельные рецепты. Это вот мальчики, вон там стрелочка, да, нарисован. Давайте купим одёжку, да, и штаны купим, вот. Также купим ботинки тоже для мальчиков. В принципе, всё, окна нам надо, а, это лестницы, деревянная или железная. Я думаю, нам пока этого не надо, ступеньки нам тоже пока не надо для крафта. О, есть аптечки, слушайте. Я бы купил, тем более она стоит 12, это вообще мелочь, еда. Я бы тоже купил. А сколько у меня хоть денег осталось? Подождите, где мой был, был, вот, тысяча девять. Нормально, можно скупиться на самом деле. Каменный щит, каменный меч, каменный топор. Это деревянный лук, это каменная кирка, и это каменная лопата. Как вы видите, лопата имеет уже радиус сбора 2 на 2, и атака 31 на ресурс, против той, которая была у меня. Здесь, в принципе, я всё, что надо, собрал. Я бы, честно говоря, посмотрел, сколько она стоит. По 14 я бы забрал. Все вот эти рецепты, уникальные, по еде, и по грелке, ну, не знаю я насчёт грелки, честно вам скажу. Бодряющий укол, пока бог с ним. Вот здесь надо посмотреть, где это всё. Значит, эти пилюльки я взял, эти я взял, у неё должно остаться по нулям, по одному рецепту этого. Значит, 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 лечит отравление. Это надо. Там, наверное, кто-то по-любому будет плеваться какой-нибудь гадостью, которой у меня будет. бинты у меня уже есть, по-моему, рецепт, или нету? А ну, стоп. Есть у меня бинты рецепт? Ага, я не могу посмотреть пока. Ладно, жалко. Давайте закроем и посмотрим, есть ли у меня рецепт бинтов. Медикаменты. Ага, нет у меня рецепта бинтов. Короче, надо покупать у мистера Картера. Обмен. Эй, обмен. Вот. Бинты тоже надо купить. И, по-моему, все мы затарились. Кроме всяких грелок. Это ядовитая кровь нам не нужна пока. Это какой-то точно компонент. Факел у нас уже есть. Все остальное. Да. А, вот это еще. Брикет. Так, все. По-моему, мы затарили всем, чем могли. Потратили на это почти 300 единиц. А, это, в принципе, нормально. Теперь это все учим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемь, девятнадцать, двадцать, двадцать один уже есть. Все. Мы с вами научились много чему. И будем этим заниматься уже в следующий раз. А здесь давайте мы, знаете, что сделаем? У нас тут где-то кровать была. Вот мы ее туда положим. И сами ляжем шпать. Спать 16 часов. Сейчас 19, 29, так, пол, восьмого, девятого, десятого, девятого, 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 семнадцать, это пять утра. Ну, часов нам 10 надо, 16 это много. Тут, кстати, в сутках 26 часов, кстати, так на минуточку. Ну, давайте 12 часов поспим. Мы будем вот так вот, как бы оно будет идти. И время, по-моему, здесь не крутится, но когда я встану, оно перещёлкнет. А, нет, оно бежит, смотрите. Вот, бежит. Просто здесь не видно, никакого телодвижения, изменения по небу, поэтому кажется, что оно не идёт. Вот, пять утра, а нет, вон светает, вон какая-то тень даже пробежала по ткани, смотрите. Вот, если я выйду, то будет ранний-ранний рассвет. Вот, непонятно. пять тридцать четыре, ну, вот такая здесь, скажем так. О, видите, побежал спать. Вдруг подумали о том, что надо бы поспать, потому что раньше времени лёг. Ну, окей, мы на этом будем с вами заканчивать. С вами был GameDragon. Друзья, если вам понравилась игрушка и хотите дальше продолжить, а дальше на самом деле там много всего интересного, вот, и летающие, и ездящие, и плавающие, и дробящие, и сверлящие, и чё там только нету, и высокие технологии, и, в общем, нам надо будет раскрыть тайну, кто же нас сбил и колонизировать, действительно, планету. Вот, а мы с вами увидимся в следующей серии или в следующей игре, не важно, не забывайте ставить лайки, подписки, кто не оформил. Ну и всем пока и хорошего вам времени суток.